Наука Дружная семья Купаловцев Я за любую благодарность и удовлетворение могу сказать, что университет за истекший год стал более слышен и в академической среде, на пространстве высшего образования и только высшего, пожалуй, будет правильно сказать, всех основных ступеней образования. Есть очень позитивная оценка деятельности университета не только Министерства образования, которое нам является родным, но и Совета Министров, Администрации Президента Республики Беларусь и могу сказать, что совсем недавно на итоговой коллегии 2016 года, которую проводило Министерство образования, только нашему университету было поручено честь озвучить основные результаты деятельности вуза всей системы высшего образования. Благодаря нашим преподавателям, нашим уважаемым профессорам мы защитили 5 докторских и 17 кандидатов в диссертацию. Успехи сотрудников нашей «Альмаматор» в различных сферах были отмечены почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, Администрации Ленинского и Октябрьского районов Гродно, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Ряду представителей Купаловского университета и колледжей объявлена благодарность ректора университета. Студенты, которые активно проявили себя в общественной и научной жизни университета, также получили награды. На мероприятии состоялась презентация первой части книги-летописи о нашем университете, которая повествует о становлении вуза в 1940-60-х годах, времени подъема белорусского образования. «Мы с вами все представляем, скажем так, одну организацию – университет. Но ни одна социальная организация, и тем более университет, не может существовать без своих исторических корней. Следует признать, поскольку вам 77 лет, то у нас достаточно глубокий и прочный исторический корень». Декан факультета истории, коммуникации и туризма Александр Нечухин рассказал о том, кто работал над книгой, какие материалы легли в основу и что ожидает летопись дальше. Также на заседании подвели итоги рейтинга профессорско-преподавательского состава и рейтинга кафедр за 2016 год. Победителям вручили дипломы в семи номинациях.